5 лет стабильно в больницах, это было очень трудно, вспоминать даже больно. В ДКБ в Москве, когда мне сказали, что мальчик при смерти, ему недолго осталось, если не будет этих препаратов. Я не знаю, как я зашла в отделение к своему мальчику, после чего они там уже и сказали, эти врачи. Когда я зашла, я выбежала, начала кричать, плакать, а вот там такой снег был, я прям валялась на снегу, что мне делать. После чего мне врачи помогли встать, и зашла я в палату, а ушка такой лежит, кроватки весь, опухши животик и планшетик. Мам на меня посмотрел, говорит, мам, повернись ко мне, я не могу на него посмотреть, потому что я знаю, что немного осталось, и как я, даже теперь больно вспоминать. Он такой, мам, подойди, пожалуйста, я подошла, он говорит, посмотри-ка в планшет, я нагнулась, и он сразу начал меня вот прям трогать, смотреть, я плакала или нет, у меня глаза были опухшие. Я не могла сдерживаться уже потом. И он так сказал, мам, если бы меня не было, ты же дома была со своими детьми, не мучилась бы, я бы все отдал, чтобы ты не флагала. Ему тогда было 5 лет всего лишь. А Леония Несиевна, ваша жизнь, какую роль сыграла сегодня, думая? Смогу ли я это, так сказать, прям от души все рассказать, не знаю. Она наша спасительница. Она наша, наша мама. Рамзан Ахматович сам позвонил и сказал, что Аймани Несиевна и Медни Мусайна, они тоже плачут и очень переживают за мальчика. Попросили, чтобы я лично туда поехал, посмотрел на мальчика, но его дома не было, поэтому он отправил своих подчиненных. Так вот, все сделали. И в течение этой недели, как его на ноги поставили, он голосовой отправил нам по WhatsApp, спрашивая, как мальчик там, что он делает, что Аймани Несиевна тоже спрашивала, переживала и до сих пор следит за его состоянием. После лечения, после того, как нас уже на ноги поставили, у нас первый день рождения, это 6 лет, мы были дома среди своих родных. Этот праздник мы никогда не забудем. Такие все счастливы. И тут нам звонят, говорят, ждите гостей. Ну, прям вообще, тут приезжают, прям в газы, летние игрушки. И сам министр здравоохранения, Иржан Абдуллович, и главврач ДКБ Казбек Султанович, сами приехали по поручению Рамзана Ахматовича. Вот столько нам подарочки принесли и закончили наш дом. Достроили. Не до дома было. Мы даже хотели этот дом продать, чтобы купить в гарском. Как видите мы дома, в своем прекрасном. И с мальчиком, такие все веселые, счастливые. Кем ты мечтаешь стать? Ларом. Ты хочешь с детками работать? Да. А вообще, о чем ты еще мечтаешь? Вот помимо того, чтобы вырасти, стать доктором и спасать детей? Стать чемпионом. Молодец. Чуть-чуть о неприятном поговорим с тобой. Ты помнишь, что время, когда ты в больницах лежал? Да. Мама сказала, что ты был очень сильным. Это правда? Да. Я смотрела видеоролики Рамзана Ахматовича, все время просила маму, попросила, чтобы он бы нам помог. А ты, когда его встретил, какое чувство испытал? Красиво. А теперь твоя задача какая? Стать супер чемпионом. Молодец. А Рамзану Ахматовичу наверняка покажешь свой чемпионский титул. Рамзан Ахматович, спасибо вам за здоровье, за счастливую жизнь. Рамзан Ахматович, спасибо вам за здоровье. Рамзан Ахматович, спасибо вам за здоровье. Ахматович, спасибо вам за здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...